Предварительно украинцев среди погибших и раненых во время стрельбы в Лас-Вегасе нет. Об этом сообщил украинский МИД. Какие последние данные о жертвах трагедии мы узнаем у Дмитрия Нопченко. Он на связи из Соединенных Штатов. Дим, здравствуй, тебе слово. Ну, на самом деле, о последних данных говорить пока очень сложно, даже не только мне, но и властям. Дело в том, чтобы пострадавших, раненых, погибших доставляли в разные больницы и госпиталя. Пока доставляли их и полицейские машины, и просто попутки. И на данный момент власти не понимают, сколько всего людей пострадало. Говорили, вначале 50 погибло, 200 пострадавших. Потом сказали, 58 погибших, до 500 пострадавших. Цифра эта меняется только потому, что вот просто в эти минуты многие люди в реанимации, многие люди на операционном столе. Цифра будет меняться, но уже сейчас понятно. Это самая масштабная трагедия в Соединенных Штатах с использованием оружия. Катя. Дима, какова реакция властей, в частности президента Трампа? Ну, разумеется, все ждали от властей. Произнесут ли они одно только страшное слово? Скажут ли они, что это теракт? Буквально меньше часа назад была пресс-конференция, в которой принимали участие и губернатор штата, и мэр Лас-Вегаса, и силовики. Слово теракт они старательно избегают. Говорят о том, что пока что у них нет данных, которые позволяли бы свидетельствовать о том, что каким-либо образом киллер был связан с зарубежными террористическими организациями. Вышел сегодня к прессе, вышел с обращением к нации и президент Трамп. Тоже сдали, скажет ли он слова. Теракт, исламский терроризм. Нет, он старательно их избегал. Он говорил о том, что нация должна быть едина, что он будет молиться, как и вся страна. И сказал, что произошедшее это дьявольский промысел. Вот послушайте. Дорогие американцы, нас объединяют скорбь, шок и горе. Вчера вечером стрелок открыл огонь по огромной толпе на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе, штат Невада. Он жестоко убил более 50 человек и ранил сотни. Это абсолютное зло. ФБР тесно сотрудничает с местными властями, чтобы помочь расследованию. Они будут сообщать новую информацию о продвижении дела. Ну и здесь важно отметить, что вот посмотрите, Трамп не сказал ни о ходе расследования, ни слова. Не сказал ни слова о преступнике только для того, чтобы не лить воду на мельницу исламского государства, которая сегодня уже заявила, мол, они стоят за этим кровавым преступлением. Так ли это? Что произошло на самом деле? Сейчас будет определять расследование. И вот под личный контроль его взяли и новый глава ФБР, и генеральный прокурор страны, и лично Дональд Трамп. В среду он отправится в Лас-Вегас. Катя. Дим, спасибо за детали. Дмитрий Анопченко был на связи со студией с последней информацией о кровавом происшествии в Лас-Вегасе. Дмитрий Анопченко